Другим темам на территории региона на сегодняшний день зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Это штаммы H1N1, то есть свиной, а также H3N2, гонконгский. Первым видом гриппа в округе заболело 5 человек, вторым 7. Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре по Нинницкому округу. В целом ситуация с заболеваемостью РВИ и гриппом в субъекте остается сложной. Подробности в материале Александры Литковой. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нинницком округе на сегодняшний день составляет 65%. Только с начала этой недели к медикам обратилось почти 500 человек. В основном болеют дети от 3 до 6 лет. Сейчас заболевших в этой возрастной категории почти 92% в целом по округу. В настоящее время зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев гриппа на территории Нинницкого автономного округа. Лабораторные исследования подтверждают циркуляцию вирусов гриппа А. Это H1N1 свиной грипп и H3N2 гонконгский грипп. Указанные штаммы вошли в состав сезонной вакцины. В связи с этим лица, которые были привиты в предэпидемический период, являются сейчас наиболее защищенной группой. Из этих 12 человек, у которых был диагностирован свиной и гонконгский грипп, 11 не были привиты. Это еще раз подтверждает, что заболевают те, кто не привит, и осложнения у них намного серьезнее. Что касается детей, то такой высокий уровень заболеваемости специалисты связывают в первую очередь с массовыми отказами от профилактических прививок против гриппа осенью прошлого года. Людям внушается то, что вакцинация, вообще в целом вакцинация не только против гриппа, плохая, неправильная и так далее. За счет вакцинации удалось победить высокую смертность от инфекционных заболеваний, если посмотреть исторически, как эти заболевания развивались. Поэтому сейчас мы будем пожинать те плоды той работы, которая была сделана осенью. Это еще раз повод людям задуматься о том, что профилактические меры нужно начинать задолго. К профилактическим мерам относятся как закаливание, так и влажная уборка в доме, ношение масок в людных местах и, конечно, личная гигиена. Нужно как можно чаще мыть руки, не подносить руки к лицу, проветривать помещение, проводить влажную уборку в помещении. Но самое главное, хотела бы обратить внимание на то, что если, конечно, у вас, вы заподозрили у себя или у своих близких первые признаки заболевания, то нужно обязательно обратиться к врачу и не отправлять своего ребенка в детский сад или в школу, если он у вас уже заболел. И также самим оставаться дома при первых признаках заболевания и начать как можно быстрее лечение. Кроме детей, в группе риска находятся также пожилые люди и беременные женщины. Если женщина не успела привиться до беременности, то во время беременности прививаться можно с 14 недель. Направление на прививку мы даем, осмотр терапевта перед вакцинацией. У нас есть свой терапевт женской консультации, то есть как бы проблем для осмотра и задержек с прививанием как бы нет. Медики напоминают, при первых симптомах недомогания ни в коем случае не заниматься самолечением. Можно вызвать скорую или обратиться в кабинет неотложной помощи во взрослой поликлинике с 9 до 12 часов. Это еще одна мера профилактики, чтобы больные и здоровые не пересекались. Это показывает наш опыт. Опыт 2009 года, когда впервые у нас появился вирус N1H1 с виной, и когда мы имели случаи смертей от этого гриппа. Все случаи мы разбирали. И во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью. И то, что люди занимались самолечением. Это были и жители сельской местности, это были и городские жители, которые не посчитали нужным, не обратили внимания обратиться своевременно за медицинской помощью. Главным санитарным врачом по Нейнскому округу с 12 февраля полностью приостановлена работа школ в Наринмаре, поселке Искателей и одного класса в селе Ома. В связи с этим школьники перешли на дистанционное обучение. Также на территории Наринмара приостановлено посещение в 22 группах 7 детских садов. Кроме того, отменены все массовые мероприятия. Мониторинг уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом в детских садах и школах проводится в ежедневном режиме и находится на контроле управления Роспотребнадзора.